Добрый день! Сегодня мы проведем для вас обзор блока управления твердотопливного котла АТОС, изготовленного в Польше. Всего изготавливается три типа блоков АТОС. Минимальный, максимальный и усиленный. Мы с вами рассмотрим блок управления АТОС усиленный. Название блока связано с тем, что у усиленных моделей повышена выходная мощность для подключения циркуляционного насоса и дутьевой турбины и равняется 400 Вт. Данное решение позволяет подключать вентиляторы больших мощностей и, соответственно, использовать данные блоки для управления котлами большей мощности. Блоки управления АТОС имеют очень приятный дизайн. На передней панели расположен LED-дисплей, клавиши управления, клавиша включения-выключения блока и предохранитель на 1,25 хм. Подключения программатора простые, их всего 4. Первый это сеть 220 Вольт, разъем для вентилятора, шнур питания насоса и термодатчик. Размеры термодатчика. Длина 65 мм, диаметр 7 мм. Монтаж такого блока может производиться либо на монтажную планку, которая поставляется в комплекте, либо непосредственно на стену с помощью соответствующих креплений. Вообще регуляторы АТОС очень хорошо зарекомендовали себя на рынке Украины и пользуются широким спросом среди пользователей. А это, в принципе, и является подтверждением качества и доступной цены этих блоков. Итак, давайте рассмотрим основные функции данного блока управления. Для того, чтобы отрегулировать рабочую температуру котла, достаточно нажать клавиши «плюс-минус», для того, чтобы войти в меню изменений. Сейчас программатор установлен на 60 градусов рабочая температура. Возможно изменять данную функцию. Для входа в меню нажмите на клавишу и удерживайте в течение 3 секунд. Вошли мы в меню. Здесь соответствующие символы располагаются. Итак, давайте рассмотрим, что каждый символ обозначает. Символ ЦП обозначает время периодической продувки. Время регулируется от 5 до 60 секунд. Следующая функция ПП. ПП – это время между данными продувками. Следующая функция 0Б – это обороты вентилятора в рабочем режиме. То есть регулируется от 30 до 99%. Следующая функция 0П. 0П – это обороты вентилятора во время периодической продувки. Также можно регулировать данную мощность от 30 до 99%. Такой символ ТП. Он означает температуру, при которой включится циркуляционный насос. Следующая функция H1. H1 – это функция гистерезиса. То есть параметр, который говорит о том, насколько должна упасть температура ниже установленной, чтобы подключился вентилятор. Тоже регулируется в диапазоне от 0 до 5 градусов. Функция T0 – это уровень уменьшения оборотов. Очень важная функция, она полезна для маломощных котлов, а также для вентиляторов с дросселем на входе. С этой функцией можем установить уменьшение оборотов вентилятора, когда котел начинает приближаться к установленной температуре. То есть немного заранее обороты вентилятора начинают понижаться. И при достижении заданной температуры вентилятор потихонечку отключается. Функция TU – это температура выключения блока управления. То есть температура, ниже которой блок управления переходит в режим ожидания. Загорается диод стоп, который сейчас у нас горит. И это означает, что котел погас. Функция SO – это время выключения насоса. Это функция, которая используется вместе с комнатным термостатом. То есть есть возможность отключить насос, чтобы температура в помещении стабилизировалась. И функция BU. Функция BU – это функция звукового сигнала, который информирует о том, что котел погас. Когда заканчивается топливо, загорается индикатор стоп и включается звуковой сигнал. Если этот звуковой сигнал вам не нужен, либо он вам мешает, данная функция может его просто отключить. Функция UF – это сброс до заводских настроек. Число 1 обозначает восстановление заводских настроек. Сейчас установлен 0. На блоках управления АТОС располагается 6 светодиодных индикаторов. Стоп, растопка, контроль, тревога, насос и вентилятор. То есть, во время остановки работы котла загорается клавиша стоп. Во время растопки загорается клавиша растопка и вентилятор. Если подключен насос, дополнительно включается индикатор насоса, когда он включается в работу. Контроль обозначает, что данная температура уже достигнута и котел находится в состоянии ожидания. Тревога загорается при превышении температуры. Ну и, соответственно, какой видеообзор без испытания. Сейчас мы подключили вентилятор к блоку управления через соответствующий разъем. Запускаем программатор. Нагреваем термодатчик до заданной температуры. И смотрим на поведение вентилятора. Итак, включился вентилятор. Соответствующий индикатор загорелся. Стадия растопка. Задано 60 градусов. Запустился вентилятор. Сейчас будем производить нагрев термодатчика до заданной температуры. Итак, заданная температура достигнута. Вентилятор перешел в режим ожидания. На программаторе загорелся индикатор контроль. То есть контроль заданной температуры. Когда температура опустится, вентилятор должен включиться. И видим также датчик насоса. Загорелся индикатор. Это значит, что насос сейчас находится в работе. Итак, температура понизилась. Вентилятор снова включается для того, чтобы установить заданную температуру. Спасибо за внимание. Пока.